Данила, верно ли, что человек формально исполнитель? Зачай. Кто отвечает? Верно. Это человек формально исполнитель? Это у нас неправильный ответ. Человек неформально. Он думает, у него есть голова. Эмоциональность, дружелюбие, методика преподавания. На открытом уроке все, как в зеркале. Одна неточность в формулировках и о победе в конкурсе можно забыть. По крайней мере, в этом году точно. Учитель математики 53-й Барнаульской школы Ксения Мельникова не скрывает. Участие в конкурсе – большой стресс. Помимо детей, каждое твое слово ловят десятки членов жюри, победители конкурса разных лет. Эту неделю я прихожу просто и падаю. Две дочери, маленькая одна, другая постарше, помогают. Помогают даже готовиться что-то к уроку. В этом году все открытые уроки проходят в 55-й Барнаульской школе. Победитель краевого конкурса прошлого года была отсюда. Напомним, учителем года Алтая-2016 стала Татьяна Вершинина. К сожалению, победить на федеральном конкурсе алтайскому педагогу не удалось. Может, отчасти поэтому критерии оценки урока в этом году полностью соответствуют московским. Если это конкурс профессионального мастерства, именно на него необходимо обращать внимание. Единственное, что у нас профессия такая, которая невозможно достичь профессионализма без любви к детям. То есть это тоже сразу видно. Те уроки, которые запоминаются, они запоминаются действительно за счет, наверное, харизмы самого учителя, когда он сам по себе и профессионал, и личность. Завтра в Барнауле назовут шестерку лауреатов, а 24 марта станет известно имя педагога, который за считанные месяцы получит по учительским меркам солидную денежную премию. 300 тысяч рублей ему вручат на церемонии закрытия конкурса, еще 200 тысяч на день учителя. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал, Город.